и так ребята всем привет сегодня у меня очередной выход выехал я на одну брошенную затерянную деревню просуществовала она недолго всего-навсего где-то после царей и до где-то 70-60 года советского времени но я хочу вам сказать вот о чем вначале перед тем как сюда ехать я съездил в свой музей краеведческий чтобы сдать остальную даже не остальную а следующую партию находок которые я делал там весьма приличное количество экземпляров довольно таки некоторые интересные и перед тем как приехать сюда я заехал в этот музей сдать свои находки и вы знаете меня там встретили очень очень отвратительно тем что когда я общался с директором школы директор совсем другой был в каком смысле другой активный позитивный веселый находчивый приятный человек с кем можно было диалог поддержать очень умный но сегодня когда я приехал человека просто как подменили разговаривал со мной практически грубо в общем ближе к делу ему запретили принимать находки от таких как мы чернокопатели самарской администрации там какое-то общество и все остальное вышло на выходит на школы и и в общем всячески их пугает что это незаконно и все такое в общем меня отправили практически на пинках лишь бы меня бы не засадили бы вы знаете после таких вот общение после таких результатов на коп и на какое-то легальное существование кладоискатели просто-напросто падает мне уже например нет никакого желания что-то раскапывать в интересах например истории сдать куда-то в исторические краеведческие музеи чтобы наши дети просвещались были как бы умные не просто на книжках но и еще на практике визуально чтобы они видели то что читают и глазами все это видели в музее потому что когда я учился у нас была такая практика прямо из на уроке истории прочитать например какую-то главу отправляться в музей и там рассматриваются непосредственно по данной главе но вот так вот делает наше государство запрещает как говорится мне еще сказать вы легальный кладоискатель у вас есть какое-то действие не из какого вы обществе все такое в общем нет у меня не удостоверения никакого сами знаете открытый лист получить не так легко и получает их совсем узкий круг людей которые образованные имеют какие-то археологические образования но у нас к сожалению нет ну вот так вот у меня сегодня получилось довольно таки неприятная история надеюсь у вас таких историй нет и связи связи с этим у меня наверно прекращаются контакты с какими-то музеями потому что судя по тому как все это произошло можно и оказаться действительно скамье подсудимых значит вот такие вот находки древние действительно которые краеведы любят собирать к сожалению я больше брать не буду зачем мне это надо чтобы у меня потом увлечили в то что я где-то как-то что-то раскапываю продаю и все такое будем оставлять дальше в земле гнить пускай гниет пусть наша история уходит в небытие и все это благодаря нашей нашей власти нашей газу нашему государству которое мы избираем которые идет вот так вот наперекор вот нам добровольцам которую мы откапываем издаем музеи какие-то коллекции заставляем опубликовываем в эфире чтобы люди знали что находится у нас под ногами какая история была в свое время потому что сейчас все это уходит уходит все забывают потому что сейчас найти вот данная деревня она пусть и была где-то до 60-х но осталось считанные люди которые о нем знают которые мне поведали что здесь свое время была деревня я вот на нее приехала теперь я ее знаю если я и на это все забью большой и толстый как говорится я сделаю так что блин ну и все умрет со мной это деревня они никто не узнает а здесь возможно какие-то археологические находки интересные что-то такое знаете то что действительно может сполошить исторический мир там каждый может что-то откопать интересно у нас вот навстречу к нам не идут наоборот все усугубляют у какие-то вот знаете вот раньше был закон до 6 лет там если ты не у каких-то культурных памятников копаешься и что-то в этом роде да я согласен пусть таких людей сажают ну всякое бывает какие-то гробницы они разрушают и все остальное хотят нажиться на этом но такие как мы простые там серые белые копатели блин они копают на брошенных на полях которые обрабатываются химикатами которые плугами рубится все блин некоторые находки находишь они просто в руках разваливаются но я вот не могу вот понять своим вот мозгом как как и так вот можно все это делать если у вас такие же бывают моменты истории случае как случилось например со мной прошу отписаться комментироваться потому что многие об этом не знают что мы делаем какую-то пользу а получается все наоборот нас за это например наоборот у как-то стремято об этом что вы такие черный копатель ковыряйте землю дыха чё-то вы портите да какой мы портим и наоборот это спасаем мы сдаем какие-то вот в данном случае я сдавал в 3 в краеведческих музея с одним я вот сегодня все закрыла сотрудничество потому что вы знаете ну нет желаний больше с ним работать потому что меня сегодня практически на пинках оттуда за территорию выкинули и вот знаете вот как вот так вот можно вообще даже уму моему непостижимо как и так можно фу ну знаете неприятная тема я открыл это видео ну хотел вас в курс дела поставить что не всегда что ты делаешь хорошо окажется на самом деле хорошо ну а сейчас я пробежался посмотрел где здесь домовые ямы и планирую зашурфиться небольшой там есть участок где довольно таки интересное местечко и сейчас я там попробую сделать небольшой раскопа первые копы посмотреть на засыпку на какие-то там культурные слои если что-то интересное будет я конечно же на этом шурфе останусь и продолжу свой шурф да между прочим здесь я один здесь очень много зверья где я хотел покопать там очень большая ложбина тем что очень много лежанок лежанок я не знаю кого косуль кабанов неизвестно кого но здесь вот охотники я знаю несколько охотников которые здесь находится именно на кабанов кабаны здесь очень огромный я смотрел до двух метров когда его занки подвешивают просто жутко иногда бывает так что сегодня будем экстремальных условиях копать потому что уши нужно на востре прибор я без наушников буду дабы чтобы сигнал от прибора доносился как можно дальше буду вести себя громкой вот чтобы зверь меня слышал издалека лучше пусть я как говорится увижу зверя чем раньше он меня увидит так что вот так вот будем с опаской во все 180 градусов крутить своей головой чтобы не попасть на крючок какому зверю здесь очень много косуль олень лосей в общем очень много-много-много жидности так что все сейчас я отправляюсь на шурф разработаем и с первой же находкой я конечно же включусь все смотри продолжай думаю будет интересно всем гостям моего канала рекомендую подписаться здесь вы увидите много интересного видео что связано с металлопоиском и полезной информацией будь всегда первым при просмотре новых видео а для этого тебе надо подписаться нажать на колокольчик поставить галочку и ты будешь первым оповещен о появлении нового выпуску итак ребят хочу вам поведать кое-какую историю кто давно меня смотрит тот принципе и и слышал но кто-то у нас и новые зрители появились а история у меня такова есть вот эта деревня в которой я сейчас нахожусь здесь копают три человека без металлоискателей то есть им когда-то в свое время поведали что здесь зарыт огромный клад и они уже на протяжении 8 лет копают здесь дымовые ямы копают просто знаете как трактор как какой-то я не знаю экскаватор без приборов повторюсь без приборов и сейчас вот я в поисках такого более-менее хорошего фундамента к сожалению пока найти не могу ну и решился пробежаться по тем местам где товарищи кладоискатели без металлоискателей копают ямы и сейчас я вот в кусты направлюсь и покажу вам то что они делают в принципе просто знаете а может быть повезет так что сейчас я отправлюсь покажу вам ну и вы сами ужаснетесь тому что я вам покажу все смотрим что сейчас я вам покажу вам好 и а